Дельфинария Я думаю, для нашего сухопутного города это очень важное событие. Тем более познакомиться с очень интересным животным миром, так скажем, изводной стихии. А эти экземпляры дельфинов мы могли видеть только на картинках или фильмах. И судя по реакции наших зрителей, детворей в первую очередь, всем очень понравилось. Я уже спросил несколько человек. Ну, во-первых, зрелищные мероприятия. И во-вторых, оно впервые в истории города. Мы очень благодарны, и я от имени главы города сегодня всех поблагодарил, руководителей этого дельфинария и весь коллектив, о том, что они первые представления сделали бесплатно для детей наших учреждений системы соцзащиты. Это очень важно, потому что мы стараемся как можно разнообразить их досуг, этих ребят, которые сегодня, к сожалению, в этих учреждениях вынуждены жить. И судя по лицу ребятишек, они очень довольны. Хоть кто-то был обрызган водой, но это, тем не менее, вызывало и смех, эти брызги вызывали еще и радость, и улыбки. И я думаю, что мы даже в ближайшее время еще и дадим возможность сельским, детским домам побывать здесь, привести своих воспитанников на это прекрасное представление. На представление пришло более 500 ребятишек, которые не переставали радоваться черноморскому дельфину Флинту, северным белым китам Данди и Кассе, а также морским котикам Дикули и Сене, удивляться их головокружительным и очень смешным трюкам и награждать их бурными аплодисментами. А обаятельные морские артисты делали все, чтобы юные зрители не ушли разочарованными. Хоккейный клуб всегда ищет применение этому месту шикарному, и мы рады, что и администрация города, и сам дельфинарий обратили внимание на это место и разместились здесь. Мы благодарны, конечно, организаторам, сегодня был первый концерт, и сразу же первый концерт мы сделали совместно благотворительным для детей-сирот. Это очень важно, потому что детишки сегодня, надо было это видеть, конечно, были счастливы, но увидеть вживую таких прекрасных животных – это большое счастье, которое, наверное, останется у каждого из них в памяти на всю жизнь. Поэтому огромная благодарность еще раз организаторам, городу, что они откликнулись, и, в принципе, мы приглашаем всех жителей города Магнитогорска на это шикарное представление для города. Московский передвижной дельфинарий, расположенный на площади перед ареной «Металлург», будет работать как минимум на протяжении ближайшего месяца. По одному представлению артисты будут давать в среду, четверг и пятницу, а по субботам и воскресеньям будет проходить три шоу. Для посетителей дельфинария бесплатно действует большая автостоянка за ареной «Металлург». Телефоны для справок – 456 096, 456 086. Поплодируем вам! Субтитры создавал DimaTorzok